Привет, меня зовут Егор, и сегодня у нас реакция за донат. Это моя уже вторая реакция на Флоренс. И почему-то, почему было... Подожди, Флоренс плюс The Machine или Флоренс and The Machine? Какого хуя? Отпишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы я не волновался. В общем, это песня, клип под названием Shake It Out. Я такого не слышал. Грубо говоря, я слышал у неё только... Что я там делал сегодня реакцию? Ноу-лайт, но уже забыл. Ноу-лайт, ноу-лайт. И слышал дуэт с Кельвином Харрисом. И, по-моему, ещё песню Raise It Up или Rise It Up. Короче, не суть. Это было очень давно. И неправда. Перед тем, как я начну реакцию, я хочу сказать о том, что у меня есть буст. И сколько на него... Мне срочно надо сбрить это всё. Это ужас. Я похож на бомжа с этой стрижкой. Это пиздец, да, ребят? Не отвечайте, пожалуйста, в комментариях. Перед тем, как я начну реакцию, хочу сказать о том, что у меня есть буст. И ссылка на него находится внизу. Там, помимо реакции, которые я не могу выпустить на YouTube по причине авторских прав, находится эксклюзивный контент, чем является реакция на все альбомы Björk. Вот. После этого видео я буду делать реакцию на Медула. Мне очень интересно. Если вы увидите все мои видео по Björk, вы поймёте, почему. Потому что для меня каждый её альбом, как я понимаю, это открытие нового мира. Мне интересно узнать, что там будет в Медуле. И также, если вы хотите задонатить мне на любую реакцию, вы можете это сделать внизу по ссылке на донаты на бусте, либо на карту. А теперь, пожалуйста, пожалуйста, заклинаю лайк, подписка и комментарии. Я боюсь, потому что та песня была очень громкая. Как я уже говорил, естественно, первое, на что я смотрю, это на её внешность. Ну, вы тоже, наверное, да? Свет волос такой насыщенный, прям хорошо сделанный. Мне нравится свет здесь. Вот я ставлю на 38, либо 50. Пока. Очень крутой подбор стилиста и костюмов. Очень. Безвременной такой, да? То есть я, допустим, не могу сказать конкретно по костюмам какой-то год. И это хорошо. Ну, мне кажется, это какой-нибудь 2016-й, наверное. Её голос, это как будто бы рвущаяся душа. Причём рвущаяся из какого-то жерла боли, прям, да? То есть я чувствую прям что-то. Неужели люди рождаются с такими лицами? То есть оно какое-то астрогинное, но в то же время, как я и сказал на том видео, оно эпоха возрождения, либо барокко. Она прям женщина с тех картин. И это завораживает. Это очень завораживает. Но я не понимаю, сколько ей лет, блин. Не то, чтобы это важно. Не то, чтобы это важно, но просто хочется опуеть. То есть голос, рвущийся на свободу, вырвавшийся на свободу. И аранжировка такая же. Под стать прямо. Не тише, не громче, а прям так же. Это прям какой-то крик, я не знаю. Крик радости. Крик какой-то свободы. А я еще на том клипе позволил себе назвать ее безэмоциональной. Но я помню, я слова забрал. Через секунд несколько. Кайф. Ребят, ну у меня было, собственно, да. Надо сейчас, наверное, закурить. Томно вздохнуть. Собрать вещи и уехать домой, да. То есть, потому что... Это мега эмоционально. Это какой-то фонтан эмоций. Я отвечаю... Мне... Когда задонатили на Флоренс, я был уверен, да. То есть, я не сомневался в том, что это будет очень скучно. Извините, пожалуйста. Я просто слышал у нее только мало. Я слышал у нее дуэт с Гагой, Кельвин Харрис и что-то там еще. Кельвин Харрис я люблю. Тупо из-за Кельвина Харриса. Ну и там голос, конечно, тоже ее. Дуэт с Гагой. Ну дятина, тягомотина. Смять вот так и выбросить. Никогда не выпускать эту песню. Извините, если что, фанаты той песни. Я даже не помню ее название. Не суть. Это потрясающе снято. Очень красиво, эстетично. Эстетичные костюмы. Опять же, все... Опять же, у нее все в каком-то духе. Блядь, декаданса, возрождение барокко, как я уже сказал. Типа волосы. Мне очень нравится цвет волос. Я мечтаю себе такой цвет волос, но мне не пойдет. Я уже пробовал. Вот ее лицо отдельно. Про произведение искусства. По песне вы, наверное, ждете, пока я что-нибудь и вякну. Но, как я уже сказал, очень рвущийся голос. И подстать именно инструменталка. Если в той песне, какая у нас была, No Light, No Light, я чуть испугался. Было очень настойчиво и очень громко для меня. Тут тоже, в принципе, весело. Фейерверки. Но было мелодичнее. Мне больше понравилось. Вот. Да, но я не знаю, честно вам сказать, стоит ли мне слушать ее альбом. Конечно, если вы задонатите, я послушаю, у меня выхода не будет. Я просто не знаю, как я восприму целый альбом вот такой музыки. Я уверен, что у нее есть что-то супер медленное. Прямо очень медленное. Такой вот сидит в саду с какой-нибудь арфой. Сто процентов есть, да, такое что-то. А, возможно, это будет какая-то очень цельная работа, которая мне понравится, как книга цельная или фильм. Браздение искусства, если все там мэчится с друг другом. Поэтому, если хотите мне задонатить, то вперед вы можете это сделать. Внизу, опять же, донаты на Бусти либо на карту. Ребят, зарядился я эмоциями вообще. Спасибо огромное за донат, за подсказку новой музыки. Если понравилась эта реакция, прошу поставить лайк, прошу также подписаться на мой канал, если вам интересно. Также комментарии, пожалуйста, что вы думаете о клипе. О певице или это все-таки группа, не знаю, отпишите тоже. И подписывайтесь ко мне на Бусти, если вам интересно. И можете подписаться ко мне в Инстаграм, там я пащу свое творчество в качестве стилиста и в качестве фотографа. И также можете подписаться ко мне в Телеграм-канал, ссылочка внизу. Все, пока.